О потребностях республики в чистой воде говорили сегодня на совещании у председателя кабинета министров Чувашии. В ряде районов республики до сих пор не решены вопросы водоснабжения и водоотведения. Республика активно участвовала в федеральной программе «Чистая вода». За счет нее началось строительство различных очистных и водозаборных сооружений в Батыревском, Шамуршинском, Комсомольском, других районах поселки Вурнар и Цивильске АлатРа. Тогда, несколько лет назад, казалось, главное – построить. Федеральная целевая программа «Чистая вода». На территории республики реализовались мероприятия по осуществлению пяти объектов на общую стоимость порядка 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Естественно, основную финансовую нагрузку мы здесь едем из федерального бюджета. На сегодняшний день практически все объекты завершены. Но готовые объекты надо как-то эксплуатировать, поддерживать в рабочем состоянии. Тут-то выяснилось, что при проектировании так нужных районам сооружений этого не учли. Теперь встает вопрос эксплуатации, вопрос соответствующих тарифов, обосновывающих в том числе. И, естественно, с Новым годом объектов в эксплуатацию увеличивается рост затрат. Так же, как отметил вам Борис, это прежде всего и на эргоресурсы, и на приобретение химических реагентов. Кроме того, плохо была просчитана загруженность объектов, поэтому до проектной мощности многие не дотягивают. Все это напрямую сказывается на тарифах. Они намного выше, чем, к примеру, в столице. Проблема есть и с качеством воды. Сейчас правительство республики ищет дополнительные источники финансирования, чтобы программа дала реальный результат. Возможно, средства заложат в программы по развитию моногородов. И здесь важно не наступить на те же грабли, предупредил председатель кабинета министров. Прошу, прежде чем торговывать объекты, начинать расходовать средства, чтобы не было такой же ситуации, как Павла Тривида. Построены очистные сооружения, наверное, замечательные. Но когда, мне говорят, что они загружены менее чем на четверть, на 25%, возникает вопрос, с какой целью, допустим, такие масштабные очистные сооружения возводились. Прорабатываются и другие пути решения этой проблемы. Ольга Пырычкина, Расиль Мухаммедов, Республика.